Девушки отдыхают Косаричи – это деревня для жизни Наш корреспондент Кристина Каранкевич поддержала активный лозунг жителей деревни Деревня, я тоже раньше думал, что она там умирает, но я думаю, она просто перерождается, становится другого формата То есть, если раньше здесь был холхоз и много людей жило постоянно, то сейчас в основном приезжают летом, больше используются как дача Но, тем не менее, активность, жизнь есть Некогда большая деревня на 100 дворов, а соседней за рекушей и вовсе около 200 Со своей больницей, поликлиникой, почтой, школой и церковью за почти полстолетия опустела Сейчас постоянных жителей в Косаричах всего 37 Теперь сюда приезжают в основном как на дачу У нас это бабушкин дом получается, вот ездим сюда, нравится очень, очень красивая, хорошая деревня, речка недалеко А житель Москвы Андрей Уфинцев, чьи корни отсюда, решил продвигать Косаричи, чтобы вдохнуть в деревню новую жизнь Сейчас подбираются единомышленники, то есть их объединяет не только деревня как таковая, но и возможность вместе что-то сделать Идея такова, жители сами должны что-то придумывать и генерировать идеи, не ждать помощи По весне провели субботник, а теперь запускают небольшие проекты К примеру, британская школа дизайна в Москве разработала для Косарич эскизы арт-скамеек Которые хотят установить в парке, и за них уже голосуют местные Вот пять досок, а это все подручный материал, получается, это все можно делать, и наши условия Вы проголосовали, да? Да, за пятый вариант Те 10 проектов, которые наберут наибольшее количество голосов, сами сделаем, задача такая, сами сделать и поставить Чтобы этот парк превратился в достопримечательность Угловского района, ну хотя бы как минимум Она стоит на реке Птич, кругом леса, полно грибов и ягод Так душевно о Косаричах написано на сайте деревни Знают о Косаричах и в соцсетях, где пишут о новостях или истории Интересно, что подписчиков у деревни около тысячи и только пару человек местные Ну здесь, получается, моя бабушка жила, мама закончила школу и тоже в Минск уехала И я уже, ну все равно, получается, наполовину житель Корни здесь, наполовину, на лето здесь я свой житель Крупного скота в деревне не держат, говорят, не те силы А вот благо цивилизации даже на сайте поданы очень позитивно Электричество есть, чистая вода, в колодце или в скважине Интернет ловится отлично Сейчас в деревне 35 пустующих домов И приезжим, которые захотят их купить, обещают деревенское радушие Люди съезжаются, покупают здесь дома, вот много, вот с Октябрьского здесь недавно купили дом Вот там домик тоже, с Бобруйска приезжали, спрашивали, я посоветовал, кому обратиться Молодая семья, хотят тоже купить Ну, конечно, надо, чтобы, что ж, такое место, и оно пропадет, это никому не надо В деревне остаются не потому, что чего-то не смогли достичь в городе А потому, что здесь все по-другому И дышится, и работает, и отдыхается И хорошо, если те, кому такая жизнь нравится, вместе реализуют хорошие идеи по обустройству деревни И приезжайте к нам на отдых Спасибо